Друзья, в свете последних событий мы объявляем очередное интерактивное голосование. Вопрос сформулировали буквально следующим образом. Считаете ли вы слова Байдена о Путине оскорблением всех россиян, о чем сейчас поют пропагандисты? Вариантов ответа три. Да, считаю. Нет, не считаю. И третий вариант. Затрудняюсь ответить. Проголосовать можно, как обычно, в нашем телеграм-чате. Ссылку оставлю сразу под видео. Прямо сейчас голосовать не надо. Досмотрите видео до конца. Погнали! Вы знаете, а мне даже интересно, как дальше будут изворачиваться путинские халуи? Что будут врать пропагандисты? Какую мину они сделают, чтобы выглядело относительно презентабельной? Под какую музыку начнут танцевать шутка лей? Президент державы номер один на планете никто не будь. Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал главу скреп державы убийцей, ни больше, ни меньше. И это услышал весь мир. Нет, Владимир Путин. Ты думаешь, что он убийца? Угу. Я делаю. Конечно, там, в Кремле, уже со вчерашнего дня кипит работа, ребятишки по очереди отгавкиваются. В режиме ошпаренной кошки пытаются придумать какую-то более-менее убедительную сказку, которую скормят за темы лишних хромосонным и миру. Но факт остается фактом. Президент США продемонстрировал свое отношение к стареющему генсеку. Они больше его не уважают. Считайте, что это даже был некий сигнал для остальных мировых лидеров, который, наверное, можно расшифровать, как все, надоел. Да, это фиаско, Вован. Ну, а мы начинаем. Жалко было, конечно, в этой ситуации пропагандистских сусликов. Ребята конкретно попали. Вроде как не сказать об этом нельзя. Ну, первое лицо, первые державы делают настолько громкое заявление. И че? В стране великого пучхе даже никак не отреагируют. А команды-то сверху нет. Че делать? Команда все никак не поступает и не поступает. Короче, полдня пропагандисты гасились. В конце концов, просто уже вынуждены были хоть что-то пролопотать. Ну, президент США довольно часто допускает ляпы в своих интервью и выступлениях. Очень много их было перед выборами. Вспоминается случай, как Байден забыл, как зовут главу Китая. Совсем недавно Байден не смог вспомнить имя министра обороны США, хотя тот стоял всего в двух шагах от президента. Ой, лучше бы и дальше отмалчивались, честное слово. Потому что настолько глупо этот корреспондент выглядел, согласитесь. И потом у меня, скажем, тут же возник вопрос к товарищу, вполне резонный, между прочим. Кто ты такой? Байден назвал Путина убийцей. Ты-то чё вылез? Кто ты есть? Какой у тебя статус? Логично, что ответить на столь громкую, по сути, претензию может и должен только тот, кому она адресована. Ну, или хотя бы его пресс-секретарь вдруг сам заболел. Однако в Кремле, как обычно, опять перетрухали, пустили в расход пешек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на новые заявления президента США Джозефа Байдена, назвав их оскорблением в адрес России и истерикой от бессилия. Мы побеждаем пандемию. Наша вакцина лучшая в мире. Они только планируют. У нас межнациональный мир, а у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности, а у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым, а у них разговоры об отделении штатов. И, наконец, доверие наших граждан к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена. А вообще это просто мерзкое и бессовестное высказывание. Это вызов всей нашей стране. Вторым был зампредсовета Федерации Турчак, то есть даже не Матвиенко. Какого-то Турчака отправили перед нами Главнюка отмазывать. Ну, смешно. Жать, что не уборщицу. И второй момент, который не мог меня не рассмешить, как и вас, думаю. Они там весь вечер, накануне, про какие-то трудности перевода песни пели. Про оскорбления в адрес России. Слушайте, да тут английский знать не нужно, дабы понять все три слова, произнесенные журналистом ABC. Владимир Путин и киллер. Набис вам, пожалуйста. То есть вот на этом и закончилось все величие, о чем и я, и многие мои коллеги не устаем говорить. Великий Путин велик только в телевизоре. И то не в каждом, исключительно на подконтрольных ему каналах. А вот когда дело доходит до принятия серьезных решений, или до серьезных разборок, как сейчас, дед тут же спрятался. А вместе с дедом вся его гоп-компания, ну конечно. Байден это ведь не Зеленский, это фигура очень большая, очень серьезная. Если начать этого человека сейчас бездоказательно помоями поливать, как ребята привыкли поступать с господами попроще, за базар ведь придется ответить. Друзья, ну вот вы сами все и увидели. Маски сброшены. Теперь мы убедились окончательно, что у руля страны прибывают, мягко говоря, несмелые и нерешительные люди. А когда капитан Трус, простите за слово капитан, это беда для корабля, или вы так не считаете? А это реальная журналистика. Поехали! Печально другое. Ватный Ваня не в состоянии понять масштаба последствий. От вчерашнего заявления американского лидера. А последствия уже начались. Например, сразу после сказанного Байденом на ММВБ, в смысле на московской бирже, подешевел рубль. Курс, конечно, выровняли через какое-то время, но что-то мне подсказывает. Это удержание могло стать искусственным и падение стоимости национальной валюты продолжится в обозримом будущем. А к чему обычно приводит подорожание иностранных тугриков? Не напомните мне, правильно, к росту цен. У нас ведь нет ничего своего, отечественное, у россиян только война, все остальное, импорт. То есть, чем дешевле стоит рубль, тем больше этих рублей Ване придется оставить в магазине. Россия в самом ближайшем будущем тоже может стать горячей точкой на карте мира. Она войдет в число стран, где цены на еду вырастут более всего на планете. Это прогноз агентства Bloomberg. Изобилие на прилавках российских супермаркетов может смениться пустыми полками и, как следствие, ростом социального недовольства. При этом, что-то я здорово сомневаюсь, что доходы россиян ребята из правительства планируют повышать. Там, наоборот, если мне память не изменяют грабить, фраера ушастого хотят продолжить, ну да. Вот как раз со вчерашнего дня в силу вступил закон, по которому российские налоговые службы получат расширенный доступ к банковской тайне, к банковской базе. То есть, цель, они ее озвучили, контроль за доходами и расходами предприятий, а также, вот это важно, обычных граждан, чего раньше не делалось никогда. Так зачем этот закон-то на самом деле приняли? Денис, теперь о счетах абсолютно всех будут интересоваться? Егор, власть уверяет, что будут следить только за теми, кто не платит налоги. Вот это как раз и версия для Вани. В реале у путинской братвы тупо нет денег. Даже бюджет нечем наполнить. Минфин в начале марта сообщили, дефицит по текущему году уже 650 миллиардов за два месяца. То есть, год только начался, а в казне дыра почти в 700 ярдов. Вот это поворот. Где взять? Крупный бизнес в кризисе. Нефтянка в ауте, промышленность упала. Малый и средний, эффективные менеджеры за время пандемии умудрились угробить. Коммерсанты за голову хватаются. Кое-как концы с концами сводят. В долгах погрязли до кучи. Деда Вова ведь со всем миром умудрился поругаться. Сейчас еще вот эта вот история с заявлением Байдена. На какие теперь царю иностранные инвестиции можно рассчитывать? Да ему руки никто не подаст. Вот и остаемся в качестве дойной коровы мы с вами. Старики со своими гробовыми даты, что на черный день какую-то копеечку откладывал. Вот эта информация жаде нам-то нужна, чтобы иметь четкое представление за тем, кого конкретно можно трясти и на какие суммы. Это означает, что раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. И ладно бы эти деньги действительно пошли в дело. На развитие страны, скажем, на укрепление экономики. Но они ведь опять будут истрачены на пускание пыли в глаза. На пальцах давайте. Заявление Байдена, конечно же, ударило по рейтингу великого кормчего. Этот рейтинг надо спасать. А каким образом? Да тем же самым, что и последние несколько лет. Покупать за деньги. Оплачивать лояльность иностранных политиков. Это тоже важно. Тут пример, наверное, необходим. Вот зачем, как думаете, в совет директоров Роснефти пригласили экс-главу МИДа Австрии, ну ту, который на свадьбе Солнцеликий танцевал. Зачем она в Роснефти равно как и Шрёдер? Да это взятка банальная. Вот это и есть покупка лояльности влиятельных людей оттуда. Другая статья расходов, ну конечно, информационные войны, денег в которые теперь станет вгухиваться ещё больше. Вот ещё пример. Вчерашние тренды Ютьюба. На первое место попала программа 60 минут. Не заявление президента США, внимание к которому было приковано по всему миру, а программа 60 минут. Причём статистика у этого видео на момент попадания в топы была более чем скромной. Так как оно там оказалось? Сами ответите на этот вопрос или подсказать. Ну и свои ли ты тоже подкармливать нужно? Потому что все эти фанаты Путина, которых вы видите в ящики, и которые типа есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, они бесплатно фанатеть от деда не станут. Есть деньги, есть преданность. Нет денег, до свидания и преданность. Или вы сомневаетесь, что ребята болеют патриотизмом на возмездной основе? Ну вот вам ещё тогда пример. Опять же, вчера эта информация проходила от Блумберг. Власти планируют отдать деньги из фонда национального благосостояния российским олигархам. Правда, потом эту инфу Блумберга провергли. Но поверьте мне, дыма без огня не бывает. Такие истории просто так не всплывают, особенно в Блумберге. Видимо, просто в последний момент отыграли взад, решили придержать бабки как раз для политических целей. Поэтому, ну что нас ждёт? Да ухудшение очередное. И так жили плохо, а станем жить ещё хуже. Но самое главное, может быть, это вас хоть как согреет. Теперь-то мы будем спасать и величие. Ну и дедушкину корону вы подумайте об этом. Всё. Это была реальная журналистика. Дальше сами всё знаете. Подписывайтесь на оба наших канала. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйтесь темы, предлагайте под ними. Мы обсудим, а я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok